Тоссы, городская администрация и депутаты объединились и устроили детям праздник. Накануне в сквере «Династия» провели предновогоднюю вечеринку о массовом торжестве и о тех, кто подарил детям сказку. Наш следующий репортаж. Все готовы? Да! Приветствуют детей на предновогодней вечеринке главные гости праздника. Символ 2023 года – Снегурочка и другие зимние волшебники. Центром притяжения местных жителей вновь стала зеленая красавица. А украшали елку всем районам. Подготовка к торжеству началась задолго, до праздника. Наряжали елку, закупали сладости для детей, собирали подарки детишкам, раздавали их, по квартир находили. У нас традиция уже каждый Новый год, как на елку приходят родители, бабушки, дедушки со своими детьми. Вы знаете, ребенок доволен бабушкой, дедушкой и уж мама с папой тем более. Зимние волшебники перенесли детей и их родителей на несколько дней вперед, когда часы пробьют 12, Дед Мороз принесет долгожданный подарок, а в душе наступит праздник. В этом году впервые местные жители собрались с таким составом на праздники весь округ. И такой эксперимент оказался удачным. Практика проведения новогодних праздников во дворах ТОСов была уже много лет практиковалась. В этом году поступило предложение организовывать такие праздники в депутатских округах. И вот здесь вот на примере округа Ирия Владимировича Ножечкина, я хочу сказать, что собрались 6 ТОС, сами организовали елку, пригласили гостей. Мест для проведения подобных праздников с каждым годом становится все больше. Сквер династия в Дальнем Засвияжье возвели на месте пустыря. И теперь жители отдыхают здесь в любое время года. Мы стараемся, чтобы благоустроенных мест было больше. И эти места наполнялись вот такими позитивными активностями и создавали настроение и качество жизни для людей. Завтра праздник придет к жителям Нижней террасы. Пожарный Дед Мороз и его друзья вместе с юными ульяновцами отправятся в незабываемое приключение. Ирина Шмыгова, Гульнара Шарипова и Михаил Державин. Вести. Ульяновск.